Всем большой привет, девчонки! Сегодня я снимаю такой домашний влог, расскажу вам последние новости про переезд, зубы и, в общем, много-много всего. Если вам интересно, то продолжайте смотреть это видео. Итак, первое, с чего хочу начать, я знаю, что многие из вас ждут, очень ждут это видео про то, как же мне все-таки сняли брекеты, показать результат и так далее. Дело в том, что тот, кто следит за мной в инстаграме, вы знаете, что сентябрь я провела в Италии, поэтому, честно говоря, у меня просто не было времени, я еще не закончила всю эту эпопею со своими зубами. Сейчас уже вернувшись домой, вот-вот на днях я уже практически закончу делать свои зубы. Что значит делать? Надо было и отбелить, и подровнять там края, и, в общем, все-все-все, и нарастить, и много всего. Где-то, кстати, надо будет поставить коронку, чтобы сохранить зуб. В общем, такие всякие нюансы, которые требуют затрат по времени, а я такой человек, то я тут, то я там. В общем, да, и сами понимаете, это все достаточно долго у меня происходит. Вот, но на днях скоро все закончится, и я обязательно поделюсь результатом, расскажу все-все-все особенности, где и что я делаю, в какой клинике, потому что сейчас я уже делаю это в совсем другой клинике. То есть, мой ортодон закончил свою работу, и сейчас я продолжаю заниматься своими зубами в другой клинике. Плюс, конечно же, там где-то кариес надо было подлечить. В общем, все-все я обязательно расскажу, так что подождите еще чуть-чуть, буквально недельку, чуть-чуть, может быть, две. Вот, потому что главная тема сейчас у меня, как обычно, куча всяких изменений и в жизни, и вообще, возможно, вы слышите даже такое эхо, потому что стало пусто. И вот здесь вот вы можете наблюдать тоже в комоде, короче, стало пусто. Дело в том, что я переезжаю. Буквально вчера захожу в свой инстаграм и вспомнила, что год назад я делала фотографию сверху на парк, такой большой лес, где что-то я такое написала, как раз была осень, еще все такое зелененькое было. И вот сейчас, кто бы мог подумать, что эта фотография окажется такой, настолько значимой для меня именно сейчас. Дело в том, что я сейчас переезжаю именно туда, откуда еще год назад случайно было сделано это фото. В общем, как-то так произошло. Все это быстро, мгновенно. За два дня было принято решение, потому что поступило предложение, и нужно было быстро принимать решение. То есть буквально за ночь переспали с мыслью, и утром уже надо было дать ответ. Я, кстати, не тот человек, который любит долго принимать решение. У меня это обычно всегда очень быстро. То есть мне задали какой-то вопрос или еще что-то. Нужно дать ответ. У меня есть буквально, я сразу же прикидываю все плюсы, все минусы. И в принципе, мое решение рождается сразу же. То есть я не тот человек, которому нужно подумать. Нужно поспать с мыслью, может быть, да, может быть и нет. Нет, конечно, живя здесь, в этом новом доме, он новый, здесь все, то есть все, сама я это все делала, все сама придумывала, вся мебель, то есть все это было с нуля сделано, и стены, и полно, то есть вообще все полностью, да. И, конечно же, жалко с этим расставаться, но я не расстаюсь с этим навсегда, в плане, что это не продается, это все мы будем сдавать, конечно. Но факт того, что я все равно с этим расстаюсь, я знаю, что сюда я больше не вернусь, ни при каких условиях, да, я знаю, что жизнь бывает разная и так далее, но тем не менее. С этим местом мне нужно расставаться сейчас раз и навсегда, чтобы у меня не была мысль того, что я сюда вернусь. Тогда мне будет не так жалко, потому что все здесь такое свое равно, и, ну, понимаете, когда вы делаете все сами, сами это все придумываете, а потом вам нужно куда-то в другое место переезжать, тяжело взять так и расстаться. Это человек, который быстро прикипает к вещам, к обстановке, ну, также, конечно, быстро привыкаю к чему-то новому, но тем не менее мне сложно вот эту вот мысль допустить, что я должна с этим расстаться. Я для себя сделала так, что я сюда больше не вернусь, новый этап, новая жизнь, что-то новое, и как бы да, я немножко успаковывалась, если честно. Вот в плане менять обстановку я это обожаю, я очень люблю быть где-то в новом месте, я люблю придумывать что-то, декор какой-то, люблю, в принципе, делать перестановку, и даже здесь я делала неоднократно уже просто кучу раз перестановку, одна, я люблю это сама вот себе вот что-то придумать, поменять как-то вокруг обстановку, и мне как-то уже, ну, интереснее становится. Я такой человек, что мне нужно почему-то постоянно делать перестановку, постоянно что-то двигать. Я ищу какие-то лучшие варианты нахождения этих вещей в пространстве, так скажем, не знаю, как это правильно сказать, в этом влоге, кстати, я даже кусочек покажу вид из окна, и как это все будет смотреться примерно. Еще сейчас осень, у всех куча яблок, я хочу вам показать свою шарлотку, которую я ем постоянно сейчас, то есть я каждый день ем одни шарлотки. Я скажу почему, потому что мне ставят коронку, и, в общем, сейчас стоит временная, поэтому я очень боюсь, что что-то отвалится, и это будет смотреться некрасиво, потому что нужно несколько дней потерпеть, когда уже все поставят нормально, и поэтому я стараюсь не есть какую-то твердую пищу, то есть ни мяса, ни макарона, то есть, ну, вообще ничего такого, все такое мягкое-мягкое-мягкое. В общем, я делаю шарлотку, а шарлотку у меня в основном я люблю такую, чтобы больше было яблок, и я ем в основном сейчас запеченные яблоки одни. В общем, можно сказать, что я практически сейчас сижу на одних яблоках, если честно. Для меня шарлотка это максимальное количество яблок и минимальное количество теста, то есть теста у меня там очень-очень мало, и так как я сейчас ее испекла, я вам просто хочу показать, как она выглядит. Так вот выглядит моя шарлотка, да, она, конечно, здесь чуть-чуть пригорела, но для меня лично это не страшно. Дело в том, что я легла спать, ну, как бы не спать, легла уже там, смотрела что-то в телефоне, читала, и потом вспомнила, что у меня стоит шарлотка, и, в общем, да, ну, не страшно, это все съедобное. В принципе, такая вот корочка небольшая. Вот такая вот красота получается, сейчас я вам покажу, с чего, с вот такой вот силиконовой формочки. Да, ну, вот здесь вот я люблю вот яблочки выкладывать, поэтому здесь, может быть, не совсем так аккуратно получилось. Вот такая вот формочка, по-моему, покупалась она в Икеа, если не ошибаюсь. В общем, да, девчонки, живу на шарлотке, рецепт очень простой. Просто, как обычно, яйца, чуть-чуть совсем муки, буквально чуть-чуть. Я люблю, чтобы тесто такое было более жидкое. Кстати, очень важно в шарлотке это яблоки. Я лично люблю смешивать сладкие яблоки с кислыми, допустим, там, с Антоновкой, да, так шарлотка получается чуть кисленькая, сладенькая, такая очень интересная. И плюс яблоки я люблю, когда они такие уже прям немножко в кашицу превращаются, да, вот именно в шарлотке. Они дают свой сок и придают такой, в общем, очень-очень вкусный вкус, запах, и консистенция хорошая получается, такая очень мягенькая, не резиновая, а вот то, что нужно. Так, вот я тут уже вещички собираю, этот комод, который остается здесь, пока тут стоит у нас. И тут, в общем, я собираю вещи, которые сейчас повезу. Там коробки, всякая обувь, в общем, освобождаю полностью сейчас этот шкаф, пытаюсь более-менее. Потолок, не знаю, что, наверное, жалко. Я обожаю этот потолок, потому что он зеркальный, натяжные потолки, и он, конечно, сумасшедшей красоты смотрится, это все. Там, конечно, нет таких потолков, но... А по поводу тренировок? Тренировки, кстати, я тоже забросила, потому что у меня не было времени. Я постоянно сейчас где-то что-то, как сайга, постоянно бегаю на нервиках и в различных делах, и на тренировке нету, если честно, времени. Но сейчас я закончу своими зубами, я еще из зубов тоже не могу заниматься, потому что периодически там что-то делают, и у меня там что-то болит, поэтому я тоже не могу как-то собраться, взять себя в руки. Так что все, с октября начинаю новую жизнь на новом месте, и, в общем, с новыми зубами, как бы не смешно это ни звучало. И будем худеть, будем тренироваться, и будет все окей. Там шикарный парк! Я вам сегодня покажу его, шикарный большой парк, и теперь просто не будет ни одной отговорки, чтобы сказать, что мне негде бегать. Здесь, конечно, есть где бегать, но все равно там просто шикарный парк, где можно оббегаться. Единственное, что погода, конечно, с каждым днем становится все хуже и хуже, на мой взгляд. Все холоднее и холоднее, дожди, и, в общем, это слякоть будет. Но там асфальтированные дорожки, в принципе, по асфальту можно нормально бегать. Так, частично я уже переехала, и решила просто показать вам свой хлам. Сколько у меня здесь вещей. Вот примерно так будет все здесь выглядеть. Здесь, конечно, куча косметики. Девчонки, самое ужасное для меня, это, оказывается, вообще разобрать эту косметику. Пакеты, пакеты, вот здесь вот все в коробках, там, там еще коробка, в общем, все в косметике, здесь тоже, в Томасе, там, эти сумки. В общем, это какой-то кошмар. Я бы никогда в жизни не подумала, что у меня реально столько косметики. В общем, у меня будет полнейшая зачистка. И, да, хотела вас спросить, как вы думаете оставить мне вот такие вот здесь обои? Потому что, в принципе, они мне нравятся, да? И на фоне того, что я тоже здесь вот нарисовала на столе своем, вы помните, наверное, я даже снимала такое видео, вот такой рисуночек. В принципе, с этим рисунком очень хорошо сочетается даже по цвету, да? Такой вот золотистый оттенок. И подскажите мне оставить так? Или кажется, что многовато смотрится? Давайте немножко подальше отойду. Или вам кажется, что это много? Или сделать просто какой-то небольшой акцент на этой стене остальные, сделать немного в другом цвете, просто светлые? Или как? В общем, интересно узнать ваше мнение. Так вроде бы мне нравится. Но мне кажется, что вот такой вот рисунок, он немного уменьшает пространство. Пока я тут частично разбираю косметику, сейчас собираюсь идти в душ. Хотела вам показать вот такие витаминки для лица. Да, помните, я вам показывала вот такие витамины Ellipse Focus для волос. Это у меня для цвета. Классные витамины. Я, девчонки, просто в полнейшем восторге. Действительно, очень хорошие, приятные волосы, шелковистые. Прям вот чувствуется, что напитаны витаминками. Я в восторге. Волосы шикарные с ними становятся. По коду ИРАТИ вы можете приобрести себе 20% скидку. Так что пишите. Внизу я оставлю группу ВКонтакте. И вот такие у них есть также витамины для лица. Овали. Это вот такие 6 капсул овали, осветляющие, выравнивающие тон лица. Есть у меня еще вот такие красненькие капсулы с яблочным маслом, витамином Е. Понятно, что когда мы ходим к косметологу, они все применяют там различные также витамины. Но вот также можно в домашних условиях лицо сделать невероятно бархатистым, шелковистым, гладким. Кстати, вот этих вот витамин, меня многие спрашивали потом, здесь 6 капсул. На самом деле вот этого одного блистера мне хватает на месяц. Потому что одной капсулы мне хватает на несколько раз. Голову я мою примерно раз в 3-4 дня. То есть на месяц хватает. Такая упаковка с учетом скидки по коду ИРАТИ будет стоить 280 рублей. Вы знаете, что я еще хочу сказать? Не то, чтобы это реклама, или я вас всех тут уговариваю попробовать их и так далее. Просто действительно очень достойный продукт из Индонезии. И мне очень понравилось. Да, мне прислали что-то на обзор. Но при этом я уже своим подружкам сказала, что нереальный фантастический продукт. И советую всем попробовать. Плюс предлагаю очень хорошую скидку в 20%. Поэтому, ну, грех не попробовать один блистер за 280 рублей. Но, по-моему, это вообще не деньги, на мой взгляд. Не пугайтесь, что здесь так темно. У меня тут шарлоточкой пахнет. Я просто выключила свет. Хочу вам показать, какой у меня вид из окна. Так, сейчас окошко. Ну, вот это все лесопад. Он огромный, и там находится город. Если честно, я в полнейшем, конечно, в восторге виды из окна. Приятно просыпаться, смотреть вечером. И я, на самом деле, любитель посмотреть в окно. И теперь я просто тут зависаю. Конечно, я тут пока еще не постоянно живу. Потому что переезд это дело такое. Все нажитое непосильным трудом за годы и годы. Это все надо перевести. Ну, частично, если честно. Не все, конечно. Но все равно очень много барахла собралось. Господи, это еще один повод разобрать всю свою косметику, все свои шмотки, одежду и все-все-все самое ненужное. Да, так что я думаю, что в этот переезд мне принесет гораздо больше положительных. Не только эмоций. Давайте прикрою ее. Тошка. Не только эмоций, но и вообще разберет, наконец-таки, мой гардероб. Еще один плюс этого переезда это то, что окна выходят на юг везде, во всех комнатах. То есть не на одну сторону, там все равно на разные стороны. Но в итоге получается все равно везде практически юг. И всегда светло. А здесь, кстати, еще вот-вот здесь. Вот я сейчас не еду, потому что темно. Там еще находится озеро. И туда налево подальше там тоже озеро есть. И еще здесь проходят частенько различные тренировки Адидас и так далее. В общем, девчонки, хотела просто с вами немножко поболтать, поделиться новостями. Вот так вот у меня сейчас в жизни немножко все сумбурно. Переезд это такое дело сложное, очень, если честно, эмоционально выматывающее, физически выматывающее. Так что всем большое спасибо, что вы были сегодня со мной, посмотрели это видео до конца. Ставьте пальчики вверх. Если вам понравилось это видео, все к любитцу и пока-пока. Хотела еще сказать, что да, я отражаюсь в зеркале, грязном зеркале. Сказать, что пока я тут занимаюсь переездом и все такое, я пока буду редактировать видео, которые отсняты. И вы знаете, что я в сентябре была в Италии, большую часть сентября. Поэтому я отснимала там различные интересные влоги, куча всяких ситуаций с нами происходило. Интересных, забавных, страшных и всяких разных приключений каждый день было. В общем, я буду редактировать пока эти видео, буду выставлять вам то, как я провела время в Италии, как мы там отжигали. В общем, я надеюсь, что это будет интересно. А я пока тут буду переезжать, в общем, разбирать свои каебочки. Только прибежала домой сейчас, посмотрите, какой закат. Просто вот ради такого вида здесь вообще стоит жить. Заткроет громко немного с дороги, но посмотрите. Какая красота. Субтитры сделал DimaTorzok